Добрый день, переходящий вечер. Другой оператор, прошу... Спасибо. Так, прошу прощения, что я сижу. Меня зовут Дмитрий Филатов. Вот здесь. Главный редактор проекта «Орбит». Волью судеб мне придется участвовать в пресс-конференции и просто сказать, что она открыта. Что сегодня проект «Орбит» благодарит всех, кто собрался в клубе Козлова в честь простого события. Такого простого, а для нас значимого весьма выхода нового диска проекта «Маримба плюс» на рекорд-лейбле «Орбит Ньюзер». Спасибо. С удовольствием предоставляю слово президенту фонда «Орбит» Алексею Семеновичу Козлову. Без лишней скромности и с чувством, большой гордости могу сказать, что один из проектов вот этого замечательного, замечательной организации, которая называется издательство «Орбит» «Орбит Ньюзер». Это тот клуб, в котором вы сейчас находитесь. Вы знаете, с точки зрения даже простых российских и нагородних посетителей, посетителей, я уж не говорю про иностранцев, которые здесь уже побывали за полтора года. Вот я испытал эту гордость, что этот клуб является уникальным. То есть, вот, с кем бы я ни общался, кто бывал и в Америке, и в Германии, и в Израиле, все такого клуба нет. По целому ряду признаков. Ну, во-первых, я сейчас не буду все перечислять, но самое главное, что в любой точке дневного шара, можно, не выходя из квартиры, наблюдать каждый вечер онлайн, что здесь происходит. Вот это поражает воображение всех, кто приходит сюда, когда они узнают, что все это записывается. И более того, все это хранится в архиве, куда можно, зайдя на сайт, просто найти событие любого из чисел прошедших и посмотреть. И вот таким образом, я не побоюсь этого слова, этот клуб стал гордостью столицы. и даже в музее Москвы, его представители, когда побывали здесь, они решили включить в стенды, которые сейчас готовятся в музее Москвы, как раз информацию о этом клубе. и действительно, это гордость столицы. Вот с этого я и хотел начать свое слово, потому что довольно редкий случай, когда собрались представители прессы, и я бы хотел, чтобы это нашло отражение вообще в умах через средства массовой информации. Ну, помимо этого, конечно, деятельность вот этого проекта творческого, она просто уникальна. издаются какие-то книги, проводятся концерты, проводятся фестивали, причем не только даже в Москве. И все это, в общем, не рассчитано на коммерческий успех. И полностью зависит от финансовой, организационной и информационной помощи самых разных лиц, организаций, компаний, которые, в общем, уже есть, но мы хотели бы, чтобы их было гораздо больше. И тогда мы начнем еще больше процветать. И вот задача как раз вас всех, присутствующих здесь, помочь нам в этом. Мне бы хотелось, чтобы вот о клубе и о артбите, как в замечательном творческом проекте, узнало как можно больше людей, которые бы с радостью согласились участвовать в нашей работе. И я думаю, что это в перспективе весьма возможно. Все зависит только от вас, господа. поэтому я очень рад, что у меня появилась такая возможность донести до вас вот именно эту информацию. А так вы видите воочию, что это за замечательное помещение и какая здесь аппаратура. Здесь очень много есть вообще ценнейших совершенно предметов, таких, которых вообще нет ни в одном клубе. Я уж не говорю, рояль, родоспиан, ударная установка, всякие звуковое оборудование и так далее. Это все нам помогают различные компании. И если у вас возникнут вопросы, кто и как, здесь есть специалисты, которые вам это все объяснят. Я сейчас даже не хочу распыляться на этот счет. Ну и вот один из поводов это выпуск очередного замечательного альбома, который вы сегодня слышите даже на презентации. Но у нас запланировано очень много замечательных альбомов и вышло уже огромное количество и вы сможете получить полнейшую информацию о деятельности издательства «Орбит» и вообще этого проекта, который направлен исключительно на поддержку музыкальной культуры не только в Москве, а вообще во всей России. Потому что как только я занялся вот этой деятельностью, как только открылся клуб, я обнаружил, что в России существует несчитанное количество творческих коллективов, которые каким-то чудом существуют безо всякой помощи. И вот мы сейчас пытаемся выводить этих талантливых людей на свет Божий и уже кое-что нам удалось сделать. Поэтому я очень рад, что имею такую возможность донести до вас эту информацию и благодарю вас за внимание и хотел бы передать слово уже людям, которые более подробно вас ознакомят с тем, что вообще будет сегодня происходить и вообще то, что вообще еще происходит в деятельности вот этого замечательного проекта А, Б. Спасибо. Ну что, Алексей Семенович прекрасно показал, что правильное выступление на пресс-конференции точно испечь должен быть либо информативным, либо кратким. У него получилось и то, и другое. Постараюсь соответствовать этой планке. На всякий случай я подготовил себе такую шпаргалку, чтобы не растягиваться, не растекаться мыслью и не разбегаться. Надеюсь, вы не позволите. Ну а в самом начале я скажу огромное спасибо за то, что пришли. Потому что без вас все это теряет смысл. Еще раз напомню название событий. Это презентация нового альбома «Полет над миром» проекта «Маринба плюс» под руководством прекрасного музыканта Льва Слепнера. О самом альбоме, разумеется, и о том, как реализовывался проект «Лучше Льване, что не расскажет». Я им, разумеется, предоставлю слово. А сначала напомню, что альбом был выпущен издательством «Арбит Мьюзик», частью проекта «Арбит» и коротенько постараюсь рассказать и мне одна о том, что такое проект «Арбит». Что такое «Арбит»? Это созданный почти три года назад для поддержки разной инструментальной музыки в нашей стране, дорогой, созданный три года назад затеей «Помощи делам, а не на словах». В общем, о делах я расскажу ниже, а сначала о том, самом главном, с чего мы, так сказать, решили начать. Первое, что мы пытались сделать, это просто. Мы попытались подружиться с музыкантами и с музыкальной общественностью теперь и с вами. В общем, доказать, что мы действительно любим хорошую музыку и уважаем тех, кто ее творит. Фальши в этом деле быть не может, оно либо получается, либо нет, вот у нас получается, что получилось. Доказательств уйма, а одно из самых веских доказательств презентации сегодняшнего альбома. Вот. Ну, почему все это вот получилось? Ну, я думаю, потому что была выбрана правильная стратегия и, прошу прощения за такой автопиар, подобрана правильная команда, за что первое и главное спасибо управляющему директору фонда Artbeat и вообще учредителю всего проекта Сергею Львовичу Халину. Теревочку. Я не даю. Вот именно Сергей Львович собрал ту команду, которой я принадлежу и страшно горжусь этой надлежностью. В первую очередь я хочу представить нашего продюсера исполнительного, человек, которому Artbeat обязан такими роскошными сериями дисков, Николая Мадричуга, Оленька, обозначься, пожалуйста. И арт-директора клуба Козлова, а Райка Копяна, человек в высшей степени известный общественный. Вот такая команда. Плюс я, главный редактор своего проекта, плюс, жирный плюс, естественно, сам Алексей Семенович, который, в общем, поддержал нас своим авторитетом, объяснил людям, что вот эта вот команда приходит в музыку с добром, всерьез и, надеюсь, на доброе. Вот. Теперь о политике армии, полезная часть, информативная, надеюсь, кому-то она пригодится. Причем, как получилось то, что у нас все получилось? Наверное, я думаю, из-за того, что была выбрана правильная стратегия, начали мы как фонд и как СМИ о музыке и музыкантах, как сайт фонда, чуть-чуть, для чего ничего это было сделано, просто для того, чтобы познакомиться с людьми и немножко хотя бы заявить о себе. После чего мы перешли сразу к масштабной акции, типа дня рождения Алексея Семеновича праздновал с помпой в киноцентре Эльдар в честь выхода его двухтомника джазист, опять же, в числе этих прекрасных мероприятий фестиваль In Rock, In Proc, которому в общем обязан не только Art Beat, но и который обязан не только Art Beat, но и журналу In Rock Лени Сарицкий. Веда, хороших любимых называть упащая. Вот. В общем, First World Fusion Day был проведен с привозом сюда самого Дэйва Уэкла, это им не надо никому объяснять. Короче, таким манером мы заработали себе имя. После чего за дело взялся Коля Багайчук и обеспечил выпуск клянющей серии, как вот сейчас выясняется, уже более сорока альбомов, роскошно изданных, чудесных музыкантов. Вон там есть стенд, один из альбомов у вас в руках, и взять его не стыдно, и, в общем, подарить его не стыдно. Короче, музыканты узнали, что проект Orbit умеет приносить конкретных творцам конкретное предметное счастье. Правда, Рюк? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а поскольку счастье губрика и музыкантов не только в альбомах, но и в концертах, как некий, так сказать, разумный очередной шаг, был открыт клуб Алексея Козлова, в котором вы все сейчас присутствуете. За полтора года работы без ложной скромности, как прекрасно рассказал Алексей Семенович, клуб заработал себе славу, немножко скромности, едва ли не лучшего клуба в Москве, во всяком случае, Лёва и Баримба плюс спорить не станут. Арт-директор клуба, как уже было сказано, Араика Копяна. В общем, вот так вот мы сделали, вот так вот поработаем, но при этом не забываем о главном, о хороших отношениях с музыкантами и публикой, с музыкальной общественностью. Вот пример сегодняшнего пресс-конференции в честь выхода альбома «Полёт над миром», о котором очень скоро прекрасно расскажет Лев Светланов. В общем, а мы же будем очень рады, если вы напишете о том, что расскажет Лёва, о том, что вы услышите на подаренном вам продукте, вот, и будем не меньше рады, если у вас, ну, скажем так, хватит духа, смелости, написать об орбите. Потому что для проекта, если честно наступил этап, когда мы готовы дружить сотрудничество с музыкантами и журналистами. До этого, в общем, мы намеренно избегали пиара, причина простая, чем меньше ты хвалишься тем, что ты делаешь, тем больше к тебе уважения, в общем, да и по большому счету мы не обладали нужным весом для того, чтобы заявить о себе гордо. Сейчас этот вес, я полагаю, набран, сейчас нам есть, что представить в высшей степени уважаемых господат, журналистов, есть, чем накормить перья. кстати, ближайшие события, прошу прощения, это вот 21-22 сентября в клубе будет фестиваль «Атмосфера». Думаю, каждый знает, что это такое и мы гордимся, что он проходит у нас перед нами сцены. Вот, ну и завершая свой спич, приглашаю тех лениво, которые в зале зайти на сайт «Орбита», а тех, кто более энергичен, начинать пытать нас всех прямо сейчас. Точка, после чего на сцену приглашается руководитель проекта «Маринба плюс». Великолепный маринба-фонист, фиброфонист, организатор и, конечно же, композитор Лев Слептин, дабы рассказать, что собой представляет этот прекрасный продукт под названием «Лайдер Звор» и о том, как он создавался. аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ здесь написаны фамилии, я как-то один в одиночестве. Дамы и господа, большое еще раз спасибо уважаемые журналисты, что вы здесь, нам очень приятно, что мы будем вам рассказывать, сегодня поиграем для вас. И вы знаете, сейчас говорили о том, в общем-то, говорило руководство, орбита, о фонде, и мне хочется сказать, добавить буквально два слова именно от лица тех, кто здесь выступает, от лица музыкантов, что я полностью подписываюсь под всем вышесказанным. Уникальное место, уникальный клуб, и впервые в России мы с вами видим сотрудничество музыкантов, сцены и выпускающие компанию «Арбит». Это единственная в России организация, где можно выпустить альбом, где музыканты профессиональные, наивысшего качества, только лучшие музыканты нашей страны выступают в клубе, естественно, «Арбит», я подписываюсь под этим абсолютно. И музыкант, который здесь играет, имеет возможность выпустить здесь же, в этом же фонде, в этом же «Арбит» лейбле свой альбом. Это уникально, потому что больше, к сожалению, в России подобного нет. Просто нет. Не о чем говорить. Это единственное место в России. Поэтому мне очень приятно, что мы являемся резидентами клуба Айси Семеновича Козлова, мы уступаем регулярно здесь. Наша публика обожает это место, она постоянно приходит. Здесь практически не бывает свободных мест. И мне вдвойне приятно сейчас держать альбом. Вы знаете, дамы и господа, у вас он есть на столах, когда мы просто пластиночку показываем нашей публике, показываем нашим друзьям, все охают и ахают. Неужели все еще бывает такое, что вот такую красоту выпускает у нас в стране? Вы знаете, я, честно говоря, видел только в орбите такого качества и такого рода пластинки, если вы посмотрите даже на оформление. Это что-то невероятное, то, что творится в фонде орбит. С такой любовью делать пластинки и выпускать ту музыку, которую выпускает Адлит, это по-настоящему уникально и очень важно поддерживать это, что это и есть российская культура. Итак, если сказать несколько слов о самой пластинке, для Marimba Plus, аншамблик, который практически всегда был инструментальным, это первая работа, в которой мы заговорили. У нас появился голос и, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо нашей вокалистке, которая появилась буквально год с небольшим назад, Татьяна Шишкова. Благодаря Татьяне Шишковой пластинка приобрела мульти-language style, я бы так назвал этот стиль. Дело в том, что Marimba Plus выпустила пластинку, которая называется «Полет над миром», «Flight over the world». И мы выбрали направление путешествий, то есть в этом альбоме 8 композиций, 7 из них посвящены разным странам. Соответственно, каждая страна имеет свой язык, свою культуру, свою ритмику и, естественно, для того, чтобы мы смогли осуществить очень сложную задачу. Потому что, прежде всего, я не хотел делать что-то а-ля а-ля Фламенко или а-ля Африка или а-ля Молдавия. Мне хотелось максимально, насколько это возможно, погрузиться в каждую страну, узнать о ней, есть ли это возможно, побывать там, например, африканская композиция, которая называется «Afrobeat», создавалась только после того, как мы побывали в Африке, в Уганде, и мы в настоящем впитали африканские ритмы, поиграли с африканскими музыкантами, мы делали для президента и для дочки президента концерт на международном органе, на правительственном. И когда мы впитывали культуру, после того, как мы вернулись уже из Африки, конечно же, появились какие-то такие мысли, которые были максимально близки той стране, о которой мы говорили. И мне очень приятно сказать, что, например, для индийской композиции нам очень серьезно помогали музыканты, которых я назвал бы в кавычках «консультанты», музыканты, которые очень много лет отдали той культуре, о которой мы говорим. Например, Геннадий Лаврентьев сегодня будет играть для вас на таблах, на скрипке. Благодаря ему, Генечке, спасибо, что я говорю, мы создали индийскую композицию, весь парант, то есть все, что будет произносить наши вокалисты, это все работа очень длительного, длительного периода, были очень длинные репетиции над каждой композицией. И так в каждой вещи. Мариан Толдорава, безусловно, огромное, Леонид Мариан, спасибо тебе большое. Помог нам в молдавской композиции, молдавский язык, молдавские ритмы, структуры, как это может быть, откуда нам смотреть. То есть не было вещей, которые мы бы взяли, тяпляп слепили и быстренько записали. Работа над пластинкой велась практически полтора года. Год целый мы занимались звуком, это помимо того, что мы делали репетиции и записывали, накапливаемый тел. Целый год мы занимались звуком для того, чтобы он получился. Вот. Поэтому искренне огромное спасибо Алексею Семеновичу Козлову. Огромное спасибо за то, что существует в Москве место, в котором профессиональные музыканты, профессиональные музыканты могут высказываться, могут играть, могут делать разные проекты. Широта выступлений в этом месте, дамы и господа, внимание, от оперы Найт, когда вы приходите ночью, здесь поют лучшие примы и солисты театров оперных, лучшие классические певцы сюда приходят, здесь устраивают уникальные классические джемы. Я когда пришел, я был просто шокирован, что бывают классические джемы. Оказывается, это существует именно здесь. это происходит ночью до хип-хоп вечеринок, но такого уровня, что сюда стоит прийти и посмотреть, как это бывает, что такое настоящий хип-хоп. В середине между отеры Найт и хип-хопом профессиональные музыканты, которые играют джазовую музыку, около джазовую, фьюжн проекты, этнопроекты, все что угодно. Каждый день в клубе Artbeat происходят какие-то выступления и все это транслируется в интернете. Спасибо вам большое, дамы господа. Итак, мы хотели бы сейчас исполнить несколько композиций из нашей пластинки, показать вам разные страны и благодарим вас еще раз за то, что вы пришли. Огромное спасибо Марии Соболевой, нашу директору, за организацию всего мероприятия, за то, что ты с нами. Могу, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Готовите к выходу на сцену. Традиционный вопрос из одного слова «Попросы». Если есть, то есть. Если уважаемая высшей степени общественность довольна тем, что было изложено, ну что же. Ближайшие планы. Ближайшие планы. Лен, ближайшие планы держаться того, что делаем. Понимаешь, для начала, чтобы выйти на новый уровень, надо хорошо удержаться на том, на котором стоишь. А в ближайшем плане я сказал, честно, наш, отбитовский, у Лёвы, отдельный, так сказать, плановый проект это наладить хорошие, добрые связи музыкальной журналистики. Ты нас отограешь? Да, я очень надеюсь, что вы нам поможете в этом нашем желании. Так, еще вопросы? Ваша вокалистка замечательная где она раньше работала? Это не наша вокалистка замечательная замечательная вокалистка. Марина, ну хорошо, это наше культурное достояние общее. Танечка, что касается нашей вокалистки, я думаю, что Татьяна сможет сама рассказать, где она работает, вы спите. Здравствуйте. Вы знаете, до Марина меня можно было услышать в основном на многочисленных концертах с испанцами в жанре фламенко. Я очень много работала с испанскими танцорами, испанскими музыкантами, российскими исполнителями в этом жанре. И затем, как-то вот почти случайно, меня с Львом с Лепмером, которому для проекта с Адрианом Санчесом, очень известным артистом из Гранады, нужна была вокалистка. Так мы и начали работать. Спасибо за вопрос. Принят. Третий вопрос будет? Да-да, очень хороший вопрос. Дело в том, что достаточно длинный действительно был перерыв между пластинками. Это связано прежде всего с тем, что не хотелось выпускать очередную пластинку по тому же принципу, как мы делали это дорого. То есть, просто был материал первый, второй, третий, четвертый, пятый альбом это материал, который накапливался и который мы записывали, потому что уже не могли не записать, потому что иначе он поперегорал. Знаете, бывает такое музыка, когда долго-долго играешь, нужно обязательно материал записать. И поэтому была сначала в голову пришла идея создать концепцию альбома. И вот когда уже пришла в голову идея создать концепцию, после этого эта концепция вот столько лет она вынашивалась, потому что собрать все эти страны, написать эту музыку, ее обыграть, прежде чем мы не записываем альбомы, если мы еще не играли концерты с этой программой. Поэтому вот это все заняло столько времени. Ну да, большой период достаточно. Спасибо. Еще вопросы? Николай Николаевич, поднялись, пожалуйста, на секундочку нашего издателя. Прошу прощения. Подойди сюда, Коль, ничего страшного. Как вы, собственно, справляетесь с этой ситуацией, имея в каталоге 30-40 наименований, насколько этот носитель сейчас ходовой? Потому что когда люди переходят, в частности, с джазом, больше предпочитают интервенил, тем не менее, вы все равно свой каталог печатаете на CD и, суть по всему, вы существуете, больше скоро. У нас есть это и в... Вы можете это слушать у нас на сайте. А в сущности, альбом как таковой, даже при том, что на сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что и тиражи стали намного меньше, и люди их покупают не так охотно, да, скажем, такого уже нет ажиотажа, который был раньше, но тем не менее, осталось большое количество коллекционеров, скажем, людей, для которых этот носитель все равно остается превалирующим. Потом, все-таки, это некое для музыкантов, скажем так, это некий отчет о проделанной работе, да, это формат, который на сегодняшний день, да, может, я соглашусь, он же становится скорее как визитная карточка, как то, что ты можешь передать, ну, как материальный носитель, да, все-таки интернет, это то, что там скачивание, скорее, это все равно, как бы, ну, скажем, цифра, да, поэтому, а компакт-диск, он все-таки как такой, ну, взял в руки, чувствую, что... Если позволь, я тебя дополню. Да, Дима, мода на винил, скажем, да, о котором вы сказали. Были, так и остались, так и наверняка, долго будут, так называемые, фетишисты, для которых важно не просто иметь артефакт, а иметь его роскошно изданным, чтобы было приятно взять в руки, распаковать, поставить, показать товарищам и гостям, или взять его, привезти, подарить. Турнова, слово на скажу, скажет спасибо. На эту часть Милованов мы и рассчитываем. И, в общем, она отвечает нам взаимностью. Спасибо. Ну, вот, Дима, Дима ответил взаимностью. Спасибо. Ну, плюс мы, естественно, выкладываем, на решение музыкантов музыку в открытый доступ. По одной простой причине, она должна звучать как можно более открыто, для всех. Она должна жить в гораздо большем числе мест, чем эта коробочка. Спасибо. Еще вопросы? Ну, если нет вопросов, я с удовольствием... А, нет, есть вопросы. Добрый день, Дарья Белецкая. У меня такой вопрос. Когда вы, скажем так, организуете концерты иностранных из Панкли, вы привозите их совместно с другими джазовыми продюсерскими центрами, или, ну, это такие индивидуальные гастроли, только в рамках клуба Козлова? Раз на раз. Это лучше, опять же, ответит Араик Джан, Араик Тигранович. Араика Копяна. Микрофона. Личность в высшей степени известной в тех самых кругах, которые называются арт-директоры. Ну, что я могу сказать. Основные привозы мы одни делаем. То есть, полностью все ложится на нас. К сожалению, какой-то интеграции с другими продюсерскими центрами, или промоутерами не выходит. Просто по причине того, что часто не соберет две площадки в Москве, что достаточное количество народа не выгоден никому. Но бывают сотрудничества, допустим, с ближайшими городами, с тем же Юрой Ленинградским, Мозэнерго фестиваль, опять же, с Артманией, усадьбой джаз и так далее, когда мы сотрудничаем и делаем концерт у нас каких-то музыкантов, которые играют на фестивале у них. Нет, мы нисколько единственные, кстати, в этом море покинутые и попиющие в пустыне. Вот, например, благодаря журналу «Инрок», благодаря их помощи фестивалям «Рок» прошло, я считаю, высшие достоинства. Ну, лучше, когда мы говорим о вашей помощи, а вы о нашей, чем каждый ее вытягивает. Вот такие пироги. Еще раз, прошу прощения. Это даже не вопрос, а поздравления и слова благодарности Алексею Семеновичу прежде всего. Я рад тому, что для меня это было сегодня радостным событием. Это как бы встреча, когда мечталось еще со времен Московского фестиваля молодежи и студентов, когда имя зазвучало по-настоящему Алексея Козлова, и когда вот спустя много уже лет на страницах нашего международного журнала «Форум», я главный редактор, его Владимир Мусалитов, когда состоялась его публикация, и он снова вернулся на крылья юности суда, публикация в журнале. Я подарил сегодня Алексею Семеновичу этот журнал наш и хочу, чтобы наша площадка нашего журнала стала и вашей площадкой, и площадкой тех журналистов, которые пришли в субботу. Приглашаю вас и будем рады вместе доброе дело продвигать и проповедировать. Спасибо. В смысле правильно задана нота. Спасибо. Во-первых, спасибо вам, потому что и, естественно, у нас получается настоящая конференция с рассказом, вопросами, ответом, концертом и фуршетом. Не будем затягивать самую интересную ее часть, а именно концерт и тоже было сказано после. Спасибо. Еще раз спасибо. На сцене прекраснейший проект «Маринба Плюс». Спасибо большое. Думаю, сейчас буквально одну минуту мы берем с стола. Пока я хочу сказать огромное спасибо за оформление шикарное, я считаю, нашего альбома замечательной московской художести Натальи Шиловой. И еще лично от всех музыкантов сказать признание в любви замечательному арт-директору клуба Алексея Семеновича Козлова Арайко Кокамер. Арайко любит все наше таки вообще уникально. Уникально. Арайко, спасибо тебе большое. Любые вопросы в любую секунду решаются всегда. Поэтому нам очень приятно и комфортно. Итак, мы начнем наше путешествие. Естественно, мы не можем, к сожалению, за то, что мы ограничены по времени, сыграть все композиции, хотя их не так много, их всего восемь. Наверное, мы выбрали те, которые нам кажутся самыми интересными, чтобы показать вам. И первая композиция, которая прозвучит для вас, называется «Испанская фантазия». «Испанская фантазия» «Испанская фантазия» «Испанская фантазия» «Испанская фантазия» «Испанская фантазия» «Испанская «Испанская фантазия» 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 «Испанская «Испанская фантазия» «Испанская Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И вот сейчас мы хотели бы пригласить эту сцену нашего гостя, друга, я уже говорил о нем ранее, Геннадий Лаврентьев, таблет и скрипка. Композиция называется маримба чалан, что в переводе означает походка в стиле маримба. Композиция 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 За то тепло! За то отношение на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!